здравствуйте я психолог онлайн школа номер один гольдштейн кира владимировна и сегодня мне бы хотелось поговорить на тему как страхи родителей влияют на страхи детей давайте поговорим о том что такое страхи и тревога страхи родителей это опасение за жизнь своего ребенка либо попытка устранить факторы которые могут навредить либо привести к смерти либо к изменениям жизненного устоя либо к изменению моральных ценностей личности за которую боятся а что такое тревога эта эмоция которая выражает ощущение неопределенности ощущение того что еще не произошло но может произойти это страх за какое-то непонятное будущее боязнь за то что может и не произойти почти любая мама знает это ощущение когда у нас появляются дети рождается и ощущение страха за них возникает осознание беспомощности зависимости уязвимости малыша теперь мы понимаем что мы в ответе за все его действия и поступки и это означает что в каком-то смысле мы всегда будем переживать за наших детей всегда пока мы живы по мере взросления наших детей ответственность юридически и психологически уменьшается но страх который мы испытываем все равно продолжает нас сопровождать и дальше как преодолеть свой страх и дать ребенку необходимую свободу и вообще нужно ли это ведь безопасность наших детей для нас превыше всего малыш рождается совсем беспомощным он ничего не может без мамы все инстинкты и здравый смысл подсказывает что нужно уделять необходимое внимание в первые годы малыша проходит время ребенок растет и все больше и больше мы понимаем что ребенка нужно отпускать в более самостоятельную жизнь отпускать его в социум и ослаблять родительский контроль до этого конечно пройдет еще очень и очень много времени но важно понимать что тот момент когда ребенок станет совершенно самостоятельным наступит и важно постепенно подготавливать ребенка к этой самостоятельности в первую очередь нужно понимать что такое свобода и как она соотносится с развитием ребенка развитие ребенка это постепенное его включение в мир знакомство с новыми сторонами и это знакомство происходит как и в сопровождении взрослых так и самостоятельно на начальных этапах доступный и необходимый мир ребенку находится в пределах его кроватки дома квартиры района там где находится контроль со стороны мамы и папы но чем старше становятся дети тем дальше отодвигаются границы их существования при этом потребность самостоятельном познании мира никуда не пропадает чем может быть вызвана тревожность родителей во-первых это наследственность если и бабушка и мама и папа росли тревожными детьми разумеется это все передается детям это может быть негативный опыт взросления если были какие-то проблемы в период взросления родителей то конечно они неосознанно будут предполагать о тех же самых проблемах с которыми могут столкнуться и их дети тревожность родителей может быть вызвана также неправильным образом жизни недосыпания недоедания нехватка витаминов в организме какие-то проблемы со здоровьем все это может вызывать тревожность у родителей тревога может вызываться стрессами неумением владеть собой в нужных ситуациях может вызываться гормональным дисбалансом в организме может вызываться депрессии родителей которые самостоятельно не могут справиться с ней и тем самым передает передают это свое состояние и дальше тревога может вызываться переизбытком негативной информации которые мы получаем извне это могут быть и телевизор средства массовой информации и другая какая-то нервная обстановка на работе как же разобраться в том испытываете ли вы страх и тревожность либо это разумное беспокойство за ребенка если решив одну проблему вы успокаиваетесь тревожность отпускает то это совершенно нормальное беспокойство например если вы позаботились о безопасности и благополучии ребенка то тревога будет отступать если ваш ребенок знает обычные правила что нужно например позвонить придя из школы домой нужно закрывать дверь нужно не разговаривать со взрослыми на улице то в дальнейшем причин для беспокойства у вас станет меньше потому что вы четко знаете что он уверен в тех действиях которые необходимы для его безопасности если же вы в любом случае продолжаете чувствовать тревогу и страх за каждое действие ребенка то это уже неконструктивная тревога которая рождает за собой гиперопеку гиперопека это тип детско-родительских отношений характеризующихся повышенным вниманием контролем гиперконтролем за каждым действием и шагом ребенка с одной стороны гиперопека безобидна на первый взгляд с другой стороны в прямом и символическом смысле может быть опасна для ребенка давайте объясним почему тревога родителя сфокусирована на тех опасностях которые могут подстерегать ребенка на каждом шагу поэтому ребенок растет уже с мыслью что мир не так благополучен и что его непременно будет ожидать что-то плохое потому что это транслировали ему его родители в том случае если тревожные родители всегда и везде будет решать все вопросы за ребенка что ему надевать что он должен есть куда он должен ходить у ребенка не будет развиваться самостоятельность не будет развиваться те чувства и ощущения которые он должен испытывать тех или иных ситуациях у него полностью будет отсутствовать самостоятельность в принятии решений и тех поступках которые он будет делать часто тревожному родителю очень сложно отделить собственную тревогу от остального поэтому ребенок не будет гулять не будет прыгать не будет скакать не будет выходить не будет делать все то что должен делать ребенок для того чтобы учиться жить ошибаться и уметь владеть собой в каких-либо ситуациях способ управления такого тревожного родителя только всемогущий контроль начиная от того собрал ребенок портфель положил ли он те или иные вещи поел ли он то что ему далее собрался ли он в школу дошел ли он с родителями до школы и так далее все будет контролироваться и проверяться ребенок будет расти полностью инфантильным существом в этом случае таким образом тревожный родитель неосознанно воспитывает в своих детях во-первых тревогу что мир опасен и небезопасен апатию потому что зачем хотеть если мама все захочет за него воспитывают инфантильность ребенок не делает всего потому что за него все делают родители слабость потому что у ребенка мало контакта со своей силы и нет возможности ее узнать сложность в управлении собой и своей жизнью потому что родитель не научил его справляться с какими-то делами проблемами ошибками и действиями и так что же делать родителям для того чтобы справиться со своей тревогой если у вас тревоги слишком много это может быть связано с вашей непроработанной какой-то травмой для этого вам нужно найти специалиста который поможет вам разрешить эти проблемы чтобы впоследствии ваши дети не работали с этими травмами скорее всего ваша неуверенность в собственных силах ваша недостаточная взрослость или незрелость мешают вам справляться с последствиями детской жизни более зрелые личности не боятся трудностей и живут и воспитывают детей по принципу заболел вылечим упал поднимем не выучил выучим и так далее родитель сам в этом случае готов нести ответственность за те риски и ошибки которые совершает ребенок потому что он знает что в нужную минуту ребенок готов к тому как справляться с этими жизненными трудностями во всем что делает его ребенок он будет видеть только сплошные минусы и сплошные недочеты сфокусируйтесь на положительных качествах вашего ребенка чем лучше вы будете думать о положительных качествах ребенка тем менее тревожными вы будете сами не забывайте заниматься своей личной жизнью очень тревожные родители сфокусированы только на ребенке и всем том что его окружает если вы продолжаете развивать себя вкладывайте свои силы и эмоции не только во внешние ресурсы но и во внутренней тогда вам лучше и проще будет следить за своим ребенком идя с ним рядом что же нужно делать чтобы уменьшить свою тревогу во-первых заменяйте тревожные мысли на позитивные никогда не думайте о том что может произойти плохого думайте о том результате положительным хорошим который будет в будущем проверяйте свои фантазии реальностью примите свое состояние как временное переживание напомните себе что ваши опасения редко сбываются вспомните что вы обучили и научили ребенка всему что может помочь ему избежать опасность переводите тревогу в деятельность не сидите в размышлениях о том что же может случиться с ребенком в данный момент всегда успокаивайте свою панику каким-либо своим занятием это будет вас отвлекать от тех мыслей которые будут сгущаться над вами придумайте себе какие-то стоп-сигналы в самые тревожные моменты научитесь отключаться от этого и введите какой-то ритуал для каких-либо занятий и подумайте об этом завтра трансформируйте тревогу в заботу научитесь проявлять материнскую заботу немного другими способами проводите время с ребенком гуляйте наслаждайтесь его обществом и тогда все тревоги уйдут на второй план на этом у меня все будьте с нами до свидания и и